В центре огромного, густонаселенного, высокотехнологичного мегаполиса находится маленькая, старинная аптека. Здесь вообще очень часто смешивается прошлое и будущее, я бы сказал. Мы заходим в аптеку, владелец которой, вы видите, 4-летний Мелих Зия, до сих пор сам не только торгует, но и смешивает ингредиенты, приготовляя лекарства. Это, наверное, самый старый провизор на планете. Вообще-то он не очень настроен разговаривать. Возраст, усталость и конец дня, но для нас он сделал исключение и, возможно, пустит нас, святая святых, в свою лабораторию. Можно заходить. Я даже не знаю, что бы мы делали без тебя. Ничего не делаю. Мераба. 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 Хозяин сказал нам, что мы можем чувствовать себя. Хозяин сказал, что мы можем чувствовать себя как дома. Обратите внимание, старая колонка, из нее звучит классическая музыка. Здесь пахнет лекарствами. И вокруг, ну вот я не знаю, назвать нас в средневековье, наверное, невозможно. Но алхимическая лаборатория, это вот она, да. Ну, в моем представлении точно так она будет выглядеть. Причем вот большинство этих всех скляночек, бутылочек, им больше ста лет, потому что аптеке уже больше ста лет. С 1902 года, то есть получается 114 лет, аптека была открыта отцом нынешнего хозяина. Ну и вот он продолжает этот бизнес. И он работает сам? Работает он сам. Причем, конечно, как-то тоже он рассказывал, что нынешние производители лекарств, они, конечно, убили профессию фармацевта. Уже нет такого, что приходят с рецептами. Но скорее исключение. Вот здесь, например, стоят, вот здесь на холодильнике, то, что он готовит сам. То есть в старину он говорил, что это где-то 50-60 заказов в день было. Сейчас это вот буквально там 5-6, да, ну, например, вот, кстати, у меня как-то горло начало болеть, я испугалась, что ангина к нему зашла, говорю, мне был лекарств, он говорит, я тебе намешаю. И он, ну, сделал мне такую адскую смесь, я полощу, сказал полоскать каждые полчаса, я полощу, думаю, боже, дедушка уже в возрасте, может, там чего-то не того. То есть то, что у меня обычно неделю за один день, то есть он вот действительно как бы профессионал старой закалки. А кроме этого, вот, кстати, музыка, тоже вот кассеты, диски, то есть это еще творческий персонаж, то есть для него это не просто работа, да, для него это процесс создания, созидания чего-то. То есть вот тоже такой вот, а как он тоже говорит, что говорит, у меня здесь мой отдельный мир, в котором я живу, в котором я что-то создаю. Доловый вокабельный, если я вам. Что нам решили показать, скажем? Это вот шкафчик, и здесь написано слабые яды, а вот там даже сильные яды. Это яды? Это яды. Можно сделать фотографию? Фотографчики были рвей, сайрыдже. Ну иди, снимай. Я же для этого и открыл. Прежде всего, спасибо огромное за то, что разрешили пройти в святая святая. Всем гостям из всех стран, из Одессы, из России, из Украины, всем как бы дверь открыта. Я уверен, что то, что вы здесь создали, это часть вашей души, часть вашего сердца. Нам приятно, что вы пустили нас в свое сердце, хоть немножко посмотреть. Я хочу спросить у вас, как у мудрого человека, который наверняка приложил руку к исцелению других людей, что вы можете посоветовать и пожелать, чтобы люди были здоровыми? Чем меньше лекарств, тем лучше будет ваше здоровье и очень простая еда, но не переедать. В этом секрет здоровья. Ну а вечером вот такой вот стаканчик вина. Вы можете еще раз повторить для моей жены? Выпишите мне рецепт, пожалуйста. Слышала? Мне 84 года, я каждый вечер вот такой стаканчик вина выпиваю. Спасибо огромное, очень приятно.